Девушки отдыхают Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Что у вас там случилось? Помнишь, Соло? Старейшину моего бывшего клана? Да. Вы вроде как поссорились. Теперь это не важно. Он... Его похитили. Это не телефонный разговор, Ви. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай к Альдекальде. Там все расскажут. Альдекальде? Я думал, ты от них ушла. Долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду. Ви, спасибо, что приехал. Расскажи, когда ты успела помириться с Альдекальде? Ты не подумай. Они по-прежнему меня бесят. Но, понимаешь... Это семья. Ну, да. Ну, рассказывай, что у тебя? Духи схватили Соло. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Само собой по нам. Мы же друзья. Мне казалось, ты знаешь. Осторожнее, а то я в это поверю. Потом от меня не отвяжешься. Не бойся, переживу. Ну, дружба дружбой, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Град от Техтроники. Ты уже видел ее в деле? Плюс получишь уважение Альдекальда. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли. Меч по дороге объяснит, что к чему. Надо же, Панамы Ви. Что творится-то? Он вернулся? После того, что случилось с Эскорпионом? Ну, значит, Соло-крышка. Не обращай внимания. Ты правда хочешь это сделать? Кто-то же должен. Ты ведешь себя, как сумасшедшая. Ты в курсе? Кто-то же должен. Где меч? Он должен был меня тут ждать. Будет с минуты на минуту. Ты не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. А что не так? Если мы просим помощи у чужаков, значит, у нас все очень плохо. Поэтому мы все сделаем по-тихому. Лобовая атака — это самоубийство. Меч уже занялся разведкой. Ви пойдет в лагерь духов, а я буду прикрывать его издалека. Для тихой работы как раз двоих хватит. Не то, чтобы мне не хотелось пойти с вами и придушить пару стилетов. Просто... Да ты оглянись! После атак пол лагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рина. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, парень. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. А не переместимся еще глубже. И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо? Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном. Ты переходишь черту. Так, спокойно. Ему не обязательно понимать. А вот и Митч. Я запустил дрон над лагерем духов. Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Митч, как ты? Вот бы изолента могла решить все проблемы в мире. И вообще, ты бы лучше думал не про меня, а про Соло. Будешь смотреть или нет? Ну, поглядим, что там. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз. Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. Если он еще у них, мы должны его вытащить. Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Пройдем через нее. Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Видишь там следы? Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Может, они везли технику? А может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Похоже, Сола держали здесь. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Комплекс большой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Это переход. Он соединяет гараж с главным зданием. Окей, с этим уже можно работать. Вопросы есть? Повтори план на всякий случай. Господи, окей. Соло поймали стилеты. Сейчас они держат его где-то на своей базе. Мы должны приехать и вытащить его, если еще не поздно, конечно. Ты пытаешься проникнуть к ним в лагерь, я прикрываю. Стреляем только в крайнем случае. Врагов много? Нас мало. Стараемся как-нибудь получить преимущество. Ты вытаскиваешь Соло, и мы втроем уезжаем на полной скорости. Теперь все ясно? Да. Едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Мощная работа. Скорее, мощная импровизация. Ну, это все, что у нас есть. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный Суперджет. Лошадиная доза. Быстро его на ноги поставят. Надеюсь. Вряд ли я смогу на себе его вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно. Поехали вместе. Тогда ты садись за руль. Отчего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. Не могу поверить, что его вот так изловили. Ладно бы кого другого, но Соло... Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрахема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло-такил. У всех свои кумиры. Ну да, только... Ни хрена себе! Ты видишь? Это будет буря-так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Все, на выход. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. Ну все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Хочется. Девушки отдыхают. Помнишь, что я тебе говорила? Найдёшь пункт управления — получишь доступ к их камерам. Ты чё, тупой? Переходи отсюда! Панам. Кажется, я вижу Соло. Его заперли в подвале. И как он? Трудно сказать. Там темно. Хорошо. Спустись и забери его. Надеюсь, ещё не поздно. Панам. Кажется, я его вижу. Он что? Живой. Вроде да. Хорошо. Хватай его и сваливайте оттуда. Соло. Ты... Ты принёс мне чёртову сигару. А сигару? Я же сказал вам, черти, сигару мне. И ледяного бухла. И пару девочек для компании. А иначе можете поцеловать меня в задницу. Тихо, Соло. Мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наёмник. Идти сможешь? Чёрт! Кажется, мне что-то сломали. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдёшься. О, да. Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать. По-моему, неплохо. Сразу потребовал сигару и девочек. Это похоже на Соло. Пора уже дальтовать отсюда. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на десять. Да уж вижу! Выбирайтесь оттуда! Я еду за вами! В яблочко! Запрыгивайте назад! Фанам, ты что, опять хочешь нас всех подставить? Слушай, ты не охренел? Эти черти хотели узнать, где наш лагерь Если ты поедешь туда, то приведешь их за собой Ты давно в окно смотрел? Пуря заметет все следы А кровь у нас отрет? Что? Эти твари висят у нас на хвосте Сука Надо скинуть хвост Заткнись, Сол Больше я из него не выжму Сделай что-нибудь Приготовься! Приготовься! Чёрт! Опять они! Пора поиграть! Я съеду с дороги! Будет трясти! Буря! Нас сейчас накроет! Ищем укрытие! А то я не знаю! Тут рядом заброшенная ферма! Я еду туда! Блять, больно! Ты хочешь меня угробить? Ну всё, хватит меня! Еее! Мы их сделали! Ха! Молодец, хвалю! Даже я не справился бы лучше! Эээ, спасибо! В дом, быстро! Мне надо перегохнуть! Как раз успели к ужину! Что-то не хочется! Я только что песка хлебнула! Придется тут ночевать! Электричество бы пригодилось! Випа, ищи выключатель! Я пока тут посмотрю! Ого! Работает! У нас есть свет! Чёрт! Холодает, однако! Я пыталась включить обогреватель, но не вышло! Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет! Хотя, знаешь что? Проверь лучше снаружи! Пробки выбила на одну! Да! Руби там всё, если понадобится! А я разожгну её! Продолжение следует... Продолжение следует... Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. А если бы вы не решили внезапно нагрянуть к ним в гости, не стало бы меня. Видишь, сол сжимает зубы и морщит брови. Он так говорит, спасибо. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь, что начинается? Большие проблемы. А может, и большая война. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Если хотите начать мордобой, давайте без меня. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Ну, вот, а сейчас я бы с удовольствием вздремнул. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабу. Классное слово, правда же? Вау, что это было? Да, наверное, лекарство. Хорошо бы, конечно. А то он там явно успел нахватать по башке. Забавно. Что именно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты. Когда едешь день, потом ночь, и снова день, жопа прирастает к креслу, и забываешь, что такое ночлег. И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Как вы оцените виски, мэм? Мэм, теплая, с легким металлическим привкусом, выразительная, но мягкая. Четыре из пяти. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. Мэм, и что ты имеешь в виду? Есть пара идей. Сама понимаешь, каких. Ах, мэм, Ви. Слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? А, прости, пожалуйста. Не знаю, что меня дернуло. Ой, да все нормально. Не переживай ты так. Ладно. Значит, останемся друзьями. Ви, я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. Ты слышишь? Нет. Вот. Вот. Ветер перестал выйти. С хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния» желаю вам влечь приятных сновидений. 250 человек обратились за медицинской помощью. Ещё 70 числятся пропавшими без вести. Если вы меня слушаете, считайте, что вам повезло. Смотрите, кто живой. Привет. Нормально спалось? Молодец, Ви. Налёт по всем правилам. Как там Сол, в порядке? Трещина в черепе, шесть сломанных ребер, отбитые почки. Но уже командует всеми направо и налево. А ты? Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Если в следующий раз будет. А я спала как ребёнок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. А, погоди. Я думал, ты возвращаешься к Альдекальде. Остаёшься в клане. Всё так и есть. Пойдём. Ну а ты? А, чуть не забыла. Твоё вознаграждение. Береги её. Она мне хорошо послужила. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно? Спасибо тебе ещё раз. Давай, удачи. И тебе по нам. И помни, я у тебя в долгу. Ну всё. Посмотрели на жопу мира. Пора и обратно к цивилизации. Вия, у тебя есть минутка? Да, конечно. Только, боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблема. У тебя проблема, и ты звонишь мне. Я думал, ты вернулась к семье. Ну да, типа того. Но я думала, что... Это значит, что ты не приедешь? Я правильно понимаю? Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за сока. Рассквозь меня видишь. Угу. До скорого. Остальные будут сторожить лагерь. Делайте обход каждые полчаса. Докладывайте лично мне. Мы готовимся к приёму гостей из биотехники. Виль, привет. Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала, чтобы всё провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила, Виш, чтобы он тут перед тобой покрутился. Думаешь, я совсем глупая? Начинаю подозревать. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой шанс загубить всё, ради чего мы приехали? Какая-то унылая у вас дискуссия. Похоже, тема уже успела всех утомить. Нет, дискуссия закончилась давным-давно. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зелёный цвет красить по его приказу? Я думал, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца. И доказать, что Аль-де-Кальда держит слово. Охрана полей! Ещё кукурузу мы не защищали, блядь. Сол добьётся, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцер Мелитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Сола. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись. Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцера? Да, с Василиском мы сможем, наконец, вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадём в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьёз. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Солы? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. А почему, кстати, Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что милитех нас раздавит, если мы их обнесём. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить. Как с биотехникой. Просто пиздец. Ага. А вы бы, наоборот, хотели... Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего к перевозкам. То есть к контрабанде. Я так и сказал. Я думал, вы с Солом уже закопали ружьё войны. Я тоже, но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить. Вот именно. Ты же сама спасла ему жизнь. А теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться. Так что мы вернулись к тому, с чего начали. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо ей. Эй, разве я сказал, что согласен? Угу. Пойдём поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только четыре ветерана, и всё. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдёт, но стучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдём для него дело прямо здесь, в Америке. Снова пытались убедить Солу, и ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападём сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ну, пусть ему по нам свои счёты с Солом. Ну, а вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратах. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Ладно, я с вами. Окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Поеду с вами. Ну и круто. Поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. А, да ладно. Вспотели ручки-то? Да иди ты. Ты точно не оставила следов? Мелитех ничего не заметил? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашиваю. В лагере точно не заметят, что вы уехали? Сол и так не хочет нас там видеть. Ему надо во второй раз произвести хорошее впечатление на биотехнику. А ваши унылые рожи их не впечатлят? Это как пить дать. А что в итоге со стилетами? Думаете, скоро нападут? Сол так думает. Расставил часовых по всему лагерю. А тебе не нравится? Мне не нравится, что он лечит симптомы болезни, а не причины. Ты не скучаешь по Найт-Сити? Иногда скучаю. Мне не хватает ощущения какой-то новой жизни, свободы. Но его всегда отравляло чувство пустоты. Чувство, что свобода бессмысленна, если ты одна. Да. Я тоже не сразу к этому привык. Хотя, почти никогда не оставался один. У тебя кто-то был? Настоящий друг. Его звали Джеки. Он бы точно тебе понравился. Джеки. Я запомню. Мы на месте. Вот это махинь. Если тебе так нравится, давайте угоним поезд и успокоимся. Может, ну нахер этот Василиска? Действительно. Будем ездить по путям до 101, а потом обратно. Соло даже уговаривать не придется. Все готово? Конвой Мелитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Кто-нибудь знает, как завести эту штуку? Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Ого, вот эта скорость. Топаем по лестнице. Я всегда любила поезда и станции, где соединяется много путей. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... Свободу. Будто можешь начать тысячу путешествий одновременно. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Кэрол! Что нам надо найти? Верфокарты! Что это? Прямоугольные карты с рядами дырок. Поможешь их найти? Само собой. Мне кажется, оно должно быть здесь. Вещи внимательнее. Так, так, так. Кажется, нашел. Ага, отлично. Кэрол! Мы нашли карту! Что дальше? Вставьте ее в риде! Ну, чего там, Ви? Вставляй уже карту! Ну, попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. А че такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Прости, это как-то грубо прозвучало. В общем, Ви, я... Прости, пожалуйста. Я не умею говорить про чувства и вот это все. Но мне не хотелось бы облажаться. Пока у тебя получается. Это потому, что я еще даже не начала. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честная. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог. И я боюсь сказать или сделать что-то глупое. и остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом. Пусть даже как друг. В следующий раз. Иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да, Хэррол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока. Давайте еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Просто выдохни и расслабься. Ты так паникуешь. Будто ты первая, кто вышел против Соло. Ой, давай только без этого, а. Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученной. В голове полно идей. Куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Соло? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Давайте-ка выпьем за Скорпиона. За Скорпиона. И за Джеки. Вы все мало говорите о войне. А что тут говорить? Запихивали тебя в панцир в Центральной Мексике. И марш вперед, рядовой. Неделями говоришь сам с собой. Или с бортовым эскином. Едит, хлещешь, как в воду. Потому что снаружи счетчик Гегера зашкаливает. Угу. Как вспомню, что мы сидели в этих раскаленных гробах. У меня жопа сыпью покрывается. И несмотря на это, вам не терпится покататься на Василиске? Это другое. Совсем другое. Поймешь, когда в него сядешь. Я попробую немного поспать. Давай. Наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Как-то вдруг прохладно стало. Неправда. Но это мило. Может, тоже немного поспишь. Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю. Посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка медведица? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Виль. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Давай, разгони его! Они едут быстрее, чем мы думали. Не уверена, что нам хватит скорости. Отцепим один вагон, быстрее пойдет. Финни, тупи! Расхерачивай сцепку! Мы близко, но скорость слишком шуткая. Стреляй в эту чертову сцепку! Зашибись! Я их вижу! Отрежем их и окружайте! Блядь! Зашибись! Заело, что ли? Ну, ну, парни! Забирайте кружевики! Пора здесь примут! Вели задницы, Тэдди! Праздник начинается! Четы! Быстро, быстро! Убей или будь убит! Мить, Боб, вперед! Все идет по плану. Ладно. Будьте осторожны, поезд отправляется. О'кей, погнали! Ну, понеслась. Черт, сработало! Ха-ха! Само собой, я же еще тогда говорила. Ну, как оно там, Ви? Весело было? Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Это великая честь достанется Митчу и Тэдди. Так, я потеряла канал Мелитеха. Пиджаки наконец поняли, что их прослушивают и сменили коды. Как раз вовремя, на мой вкус. Если хочешь, я с ним поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Блядь, Панам! Ну, понеслась. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Мелитеха. Черт, Панам! Они видны за много миль! Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Стелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Мелитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск хотя бы, чтобы вспоминать, кем были Аль-де-Кальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А, Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Миш, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно, а что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе у тебя легкие. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было десять. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Все хорошо? Да-да, хотя та часть, где мы грабили караваны, нравилась мне гораздо больше. Лишь, если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Ви, вы закончили с Василиском. Хочешь на нем проехаться? Конечно. Скоро буду. Блядь, Ви, он потрясный. А я уж понял. Было бы у меня больше времени. Да-да, ты бы сделал из него гребаный ракетоносец. Я знаю. Ну как, все готово? Привет, Ви, еще не все. Мелитех мог оставить в системах лед. Кэрол проверяет. Пиджаки еще не обращались к вам насчет потери? Нет, думаю, нам удалось сбить их со следа. Грузовики с большими логотипами. Мы оставили у лагеря стилетов. Это почти так же смешно, как насрать кому-нибудь по дверь, позвонить и смыться. Выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Неплохо. Я закончила. В системах чисто. А, кстати, что тебе сказал Сол? Пока ничего. Мы стараемся обходить друг друга стороной. То есть он что, не будет собирать совет? Да ясно, что будет. Просто хочет подольше подержать меня в неведении. Всегда мечтал погонять на такой махине. Вот именно так всякие наивные сопляки попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Тебе просто показывали технику. Ну тогда запрыгивай. Все готово. Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги. Вот черт. А до нас никто не делал пробный заезд? Может нам лучше... Все нормально. Я сейчас разберусь. О, да! Это не самая новая модель, но Митч и Боб сделали, что могли. Как тебе тут? Очень уютно, по-моему. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться и все. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких. Импульс поступает прямо в кору головного мозга. Василис как бы становится продолжением твоего тела. Такое вот мистическое единство. Панам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет. Тогда доверяю. Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. Смотри, чтобы контролировать панцер при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Один ведет, а другой управляет пушкой. Тебе понравится, я уверена. Окей, вот так нормально. Сначала проведем пробный запуск без меня. Нужно же два пилота. Ты же не будешь сразу вести и стрелять. Начинаем? Панама. А это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время. Скоро все будет нормально. Вот видишь? О, начинаю понимать, что ты имела в виду. Осваивайся. Да не бойся, я не смотрю. Просто сделай пару кругов. Окей, что-то я гляжу тебе скучно. Тогда направь его вдоль ветряков. Когда скажу, повернешь перед последним вправо или влево. Ладно. Налево. Очень хорошо. Не останавливайся. Направо. Да, вот это было хорошо. Направо. Ты молодец. А теперь давай постреляем. Притормози и активируй систему. Что у нас в меню? Чудо не жди. Василиск – это прежде всего грузовой транспорт. Но все равно должно быть весело. Так, подорви вон те машины. Круто! Машина теперь мертвее мертвых. Отлично! Окей, тренировка закончена. Ви, помнишь, что я говорила про импульсы? Да. Тогда приготовься. Что происходит? Я подключилась, Ви. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения переплелись. Хочешь тоже попробовать? Окей. Давай опробуем эту систему. Вот так чувствуешь? Ага. Как люди вообще с этим сосредотачиваются в бою? Мои ощущения не всегда яркие. А вот так? Уважайся. Ох... Ху... 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 Игра... Игра... Ага. Субтитры делал DimaTorzok 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 Все под контролем. Нет, ты еще не умираешь. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? По нам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Если я скажу тебе правду, боюсь, между нами уже все будет по-другому. Ви, послушай меня. Что бы ты ни сказал, это не изменит того, как я. Короче, перестань вилять и скажи уже, в чем дело. Ты знаешь Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какую-то старью. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? По нам, конструкт Сильверхенда прямо в эту минуту ломает мое сознание. Нет. Это просто, блядь, этого не может быть. Джонни Сильверхенд? Да, жопа. Слушай, ты не пробовал с кем-то об этом хотя бы поговорить? С кем интересно? Это не то расстройство, с которым звонят психотерапевту. Конструкт он как рак, который растет с каждым днем. Ты правда не шутишь? Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Мич. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке? Уже все нормально. Спасибо, что помогли. Что ж, я рад. Надо же, как быстро вы обустроились. В этом у нас есть кое-какой опыт. Место хорошее. Здесь у нас больше контроля над окрестностями. Остальное приложится. Расскажи лучше, что с тобой. Ты нас напугал. Спасибо. Еще на чуть-чуть останусь. Чувствуй себя как дома. Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альдекальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Может, тебя проводить? Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно? Пока, да. Мелитех так далеко не заходит. Ну, естественно, наблюдательные позиции... Добро пожаловать обратно в мир живых. Ну, наконец-то. Наш спящий красавец проснулся. Ну, ты же понимаешь, это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил. Слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай.